Добрый вечер, мы продолжаем после мочевой конференции, посвященную поединку в Ворской и Зари. Николай Петрович Павлов после краткого комментария ответит на ваши вопросы. Может я повторюсь, я сейчас на флеш-интере сказал, что сколько работаю в футболе, как только в конце за 2-3 тура наступают игры, в которых одной команде нужно, а другой нет, как правило, которая нужна, ими везет, они голы забивают какие-то не случайные, но в общем, незакономерные. И спорные моменты всегда сводятся в одну и другую сторону. Меня кто-то упрекнул, что я вот после Киева сказал про судейство, а после Шахтера не говорил. Ну а что-то измениться. Все же видели, когда забиваются мячи, потом показываются. Я думаю, что вы убедитесь, если посмотрите в повторе сегодняшний момент, когда Долганскому зубы повыбивали в момент 11 метров, 11-й, он возвращается. Ване Кривошенко зацепили сзади, чисто 11 метров, вы все это увидите. Ну что об этом говорить. Судьи претензий нет. Потому что я лично раз убедился, я грозился, мы это сделали. Мы послали в КДК рассмотреть вопрос о Безусе и желтой карточке Чеснокова. Через 2 дня сразу же пришел ответ, наверное, от Клерков, потому что же не собирался никто отказать в просьбе нашей рассмотреть эти желтые карточки и снять дискификацию. Поэтому, когда пока будут такие клубы, как Динамо Тиев, Шахтер, Днепр и Металлист, таким клубам, как Ворсла, обращаться в футбольные инстанции, я думаю, нет смысла. И в следующий раз мы просто этого делать не будем, к сожалению. Но это то, что происходит сейчас. Ваши вопросы, пожалуйста. Это я не знаю. Ваши вопросы по сегодняшнему матчу. А по Гире можно еще скажу? Та команда «Заря», которая была раньше и сейчас, я может повторюсь, это разные команды. Футболисты, которые пришли туда, опытные, которые пришли что-то доказать, и они это доказывают не словами, а делом. И поэтому, знаете, кто везет, тому и везет. И то, что они набирают очки, я думаю, что эта команда должна остаться в премьер-лиге, и учитывая, что там и строятся поля, стадионы, и все остальное, и в перспективе это будет, я думаю, такие команды должны быть. А команды однодневки, но я пока не знаю, какие команды это можно назвать, не должны существовать. Там должно быть все основательное. Мне кажется, у «Зарей» такая перспектива есть. Вопросы будут сегодня? Нет? Тогда поблагодарим, Анатолий Петрович. Вспоминальные дни. У ребят три дня выходные, и я поехал тоже.